Покорённые однажды По ступеням обуглены На землю сходим Под прицельные залпы Наветов и лжи Мы уходим, 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 уходим Прощайте, горы, вам видней Кем были мы в краю далёком Пускай не судит одна Бога Нас в кабинетной грамоте До свидания, Афган Этот призрачный мир Не пристало добром Вспоминать себя вроде Только что-то грустит Боевой командир Мы уходим, 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 уходим Прощайте, горы, вам видней Чем наша боль и наша слава Чем ты, великая держава И скупишь слёзы матерей Нам вернуться сюда Больше не суждено Сколько нас полегло В этом долгом походе И дела не доделаны Полностью, но Мы уходим, 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 уходим Сбененитые кадры вывода советских войск из Афганистана Официально операция была завершена 15 февраля 1989 года Когда мост дружбы между Советским Союзом и Афганистаном Пришли последние подразделения 40-й армии 15 февраля торжественный и печальный день Он всегда проходит со слезами на глазах И с болью в сердце Живы ещё матери, те, кто не вернулся с афганской войны Стоят в парадном строю мужчины Которые в те годы были мальчишками И совершенно не понимали, за что они сражаются Выпускник автодорожного техникума В Ростове-на-Дону Миша Коровцов Призывался на срочную службу Вооружённые силы Советского Союза В 1986 году Ему уже исполнилось 19 Когда в ноябре 1986 года Пройдя специальную подготовку В учебном подразделении Михаил вместе с такими же срочниками Оказался на пересылке Территория Афганистана, Кабул Уже 9 декабря приехал старшина И сопроводил Коровцова В отдельную десантную роту Спецотделения разведки Прошло полгода Михаилу мучительно хотелось Ещё раз пережить Уже хорошо известное ему чувство Абсолютной свободы Прежде чем над головой Раскроется парашют Даже в условиях военного времени Когда на глазах рвались снаряды Гремели взрывы И гибли его сверстники Он не переставал с завистью смотреть в небо Куда поднимали свои боевые машины Лётчики Вылетая на очередное задание Я понял, честно скажу Что летать всё-таки это моё Прыгать И я ушёл Появилась такая возможность Ушёл, получил прапорщика И ушёл в авиационную эскадрилью Начальник вклада Парашютно-десантного имущества И старший парашютно-десантной группы Поисково-спасательный Пуговка Как лётчики между собой называют Вертолёт Ми-8 Почему пуговка не знает никто Возможно потому, что Если на эту летающую машину Посмотреть с земли То именно пуговицу Она и похожа Вот в 87-88 году Когда я служил Старшим парашютно-десантной группы Поисково-спасательной службы Мы летали вот на этом вертолёте Ну, на таком же вертолёте Скажем Единственное, что у нас было Ведучие и ведомые На вертолёте поддержки На нашем тоже Ми-8 у нас ходил На нашем вертолёте Не было вот этих блоков Для стрельбы неуправляемыми ракетами Для чего? Чтобы мы могли больше взять Пассажиров на борт А вертолёт второй Который нас сопровождал Он людей не брал Он нас прикрывал У него стояли вот Такие блоки Для стрельбы неуправляемыми ракетами Нурсами И вот на этом вертолёте Мы осуществляли боевые вылеты Что в случае сбития Любого летательного судна Мы должны были вылетать И подбирать экипаж В любом состоянии Живых или неживых И вот наша группа У нас было У меня было два бойца И доктор Он был Или прапорщик Или срочник У нас И доктора было Ну фельдшеры вернее Ну и задача была какая Того, кого мы доставим на борт Если он раненый То оказать первую медицинскую помощь Противошоковые То есть Ну чтобы человек Как-то боль утихла И потом доставляли их В госпиталь Или на аэродроме забирали Если это не тяжело раненый Если тяжело раненый То выгружали поближе В госпиталь Прапорщик Кравцов Будучи старшим по званию И более опытным В своей группе Готовил срочников К тяжелым испытаниям Военного времени Его работа Подразумевала Не только физическую подготовку Молодых солдат Но и психологическую То, что приходилось Переживать этим По сути еще совсем мальчишкам Вынести мог Не всякий Понюхавший пороха Офицер Мы проводили Если То стрельбы те же Тренировка По покиданию судна Как подобрать людей Как по местности пройти Потому что мины То есть Ну я-то Со срочной службой Еще обучался Как-то нужно было обучать Потому что Один раз мы на минном поле Да, подбирали экипаж Это место было заминировано Мы одно тело подобрали А второе тело Потом с саперами Уже спецназ пришел Забрал 21 месяц и 20 дней Выполнял свой Интернациональный долг Прапорщик Михаил Кравцов И как все солдаты И офицеры Служившие на земле Афганистана Рисковал своей жизнью А погибнуть мог любой Вот у нас Допустим При обстреле Допустим Городка Вот Погибнуть там мог любой Вот у нас В 88-м году В августе Три часа аэродрома Обстреливали РС-ами Вот Такой вот установки Град Вот она стоит То есть Афганцы захватили Духи И фили огонь И там погибли И не важно Кем они были Или ребята Которые вот у нас Самолет Вез На другой аэродром Людей И избили его И там ребята погибли Они только первый день Как полетели Они-то в чем Поэтому Я считаю Что Все кто был там Достойный Памяти О себе 15 мая 1988 года Начался официальный Вывод советских войск С территории Афганистана Сам вывод войск Превратился Для советских подразделений В сложнейшую Боевую задачу Активность Маджахедов После заключения Соглашений О выводе советских войск Не только не снизилась А заметно возросла На тот момент Михаил Кравцов Продолжал нести Сверхсрочную службу Уже в Союзе Сами Те же Афганские духи Они без денег Без помощи Американцев Они ведь не воевали То есть Им платили деньги Они воевали Не платили Они не воевали Не было там Вот этого идейного Ну может быть 10 процентов А все остальное Было за деньги За каждого Нашего солдата Офицера За каждую Единицу технику Была назначена Плата И они просто Зарабатывали Ведь наркотики Мы сдерживали Самый большой поставщик Наркотиков Кто? Афганистан Караваны Которые захватывали У них у всех Были наркотики В больших количествах Ну по тому времени Там несколько килограмм Это большое количество А сейчас тоннами Ведь везут Мы не давали Те же поля засевать Производить И декани Производили Что? Выращивали пищу себе А когда мы оттуда ушли Пришли американцы Что они сейчас выращивают Они выращивают Опивный мак Причем генно-модифицированный Который жароустойчивый И дает большую Производительность А мы этого не давали А куда все это идет В том числе и на нашу страну У воинов-афганцев Есть давняя мечта Установить Классическую Для афганской войны Композицию Какую мы часто видим В кадрах документальной хроники До неопознанной войны В небе Вертолет Ми-24 А под ним Боевая машина Десанта Давно без ответа Остается вопрос Почему мужчины Прошедшие Через испытания В военном времени Не важно Какая это была война Не хотят вспоминать И говорить О тяжелых минутах утрат Вот и капитан Не оказался исключением На глаза навернулась Скупая мужская слеза Скупая мужская слеза Ну мы были там Это боевое братство Мы естественно Друг другу помощь окажем Я даже И не знал этого человека Но Мы служили все В Афганистане Срочные службы Своих ребят Вспоминаю Вот в интернете Сейчас же находятся Как сказал один мой товарищ Говорит Хвала великому интернету Вот мы находим друг друга Единственное Что пишут ребята Говорят Ты, говорит Стал в три раза больше К примеру Потому что тогда Я весил 59 килограмм Наш герой Капитан запаса Афганец Михаил Кравцов Не перестает мечтать Еще раз подняться в небо И замереть с парашютом В затяжном прыжке Между прочим Уже с внуком Или внучкой И он это Непременно сделает Редактор субтитров А.Семкин